Ура, ура! Пришли керамические подшипники. Вот они. И вот проверяем, насколько приятнее. Просто неимоверно. По сравнению с подшипниками, с убогими, с пластиковыми, с металлическими шариками, с пластиковыми и сепараторами. Все шикарно. Будем сейчас собирать полностью все с кем. Уже стоит коллектор. Насадочное место под коллектор. Вот он коллектор. Он будет еще размечен. Все затягивается по осям. Еще шпонки надо. Вот не могу уфрезеровать шпонки, чтобы держалась на оси и не скользила рамка с катушками, потому что она выходит, болтается. Ну, тут вот контролька. Сейчас вот диодный. Стоит правый приметель. С другой стороны. Вот он. Контролировать пороговое напряжение. Время позднее. Час, ночь. Ну, я наконец-то завершаю сегодняшний день. Пришлось из всякого подручного говна просто срочно делать щетку. Вот кусок сжигалки и так далее. И подбирать шайбочки тоже делать. Потому что не получилось сделать металлическую. То, что это посадочное не подошло. Под другой вариант было сделано. Ну и вот. Сейчас его расклинит. Проворачивается. Вот. Просто при прокрутке уже в районе 2,5-3 вольт дает. Сейчас если крутанок хорошо. В этом мере среднее. Как бы вот. По этому самому. Посадку 0,2 дает. Синит. Синит 0,2. Умножить на 10. Ну в общем усилие бешеное. Вот я прогручиваю. У нас же рука ухала. И вот. Но оно так и должно быть. Скорость номинальную не набирает. У меня дело в том, что у меня вкручена там нагрузочка. В виде диодного мостика. И выпрямляют он на кондион. Для внутреннего репутания системы. Ну как будет. Это уже потом. Сейчас покажу. Где они. Пойдем. Сейчас я там и светодиоды включен. Вот они. Для нагрузки. То есть это все. Ну для того, чтобы контролировать просто. Процесс. Того стоит. Крутить его не стоит. Потому что мощности до хрена. По отсечке платы у меня пока нет. Я хотел воткнуть усилка. То есть сейчас я его включил просто по тупому. На одну щетку и на вал вывел землю. То есть ферачит переменка по корпусу. Ну как бы. Одна сюда. Одна. Фаза на этой. Ну по сути он однофазник сейчас. То есть. Ну однофазник очень хитрый. С бешеным моментом. Ну и в принципе легко. Переделывается одним движением в обычных. Постоянник. Мне постоянник не нужен. Мне нужен именно. Перемену. Потому что хитрость. Которая будет несколько позже. Ну как бы это все. Процессе уже. Ну я смогу я снять. Хотя вот сейчас ждать. Наверное. Месяц. Типа. Управление. Потому что без нее. Я его просто не запущу. Ну это как управление газом. На полный газ. В коем случае запускать нельзя. Он. Во-первых. Корпус некрепкий. Тут все. Прикидывается. материала, а ее просто может порвать, а во второй только идут мы же машину не запускаем на 6000 оборотов хотя движок не позволяет, нужно его с отсечки запускать будет ну и номиналка у нее 12-24 вольта я считал как бы на 12-24 вольта примерно так, 12-20 вольта ну в принципе 24 держать должен но там уже токер будет конечно фактически 3-9 вольта сейчас тут килограмма 2,5 точно есть на валу это при том, что достаточно говерные подшипники это обычные нормально все, ладно, выключаю с вами был Ильич продолжение темы эфиродинамического генератора следите конечно если кто может присылайте бабки потому что бабки на это добро уходят со страшной силой материалов хорошего нет в принципе эта модель уже идет на слов собственно на ней принцип посмотрел снять осцилограмму подгонять на контрольных напряжениях можно разбирать потому что она как я уже сказал не крепкая то есть она те нагрузки которые реального может выдать она не выдержит просто она даже дай бог тысячу оборотов выдержала они горят в 5-10 тысячах ну а в принципе он как ни странно при всей его высокой моментности он к тому же еще и скоростной удар ну ладно эффект резонанса еще немного все знают его никто не отменял в сути поэтому этот движок на нем и работает полностью характеристически все до свидания